Держи ... Tak, začínáte se nám přidávat... Počkáme ještě. ... ... ... motnáv's ... опавский так вы держите хвиличку уже на том уже работаем на том чтобы мы придали опавский так паточные лайфстриму без фразы до походлений ваших домов может уже ниже на предзахрадки днес с Павлем Завадилем с нестаршим хрящем Фортуна футболовой лиги хрящем который в роце 2003 выиграл с спартой титул о рок позднее то самое в Израиле с Макаби Хайфа хрящем который си прошел таке Рецком а швецком а хрящем ктери се на хрищи не боји указат эмоце Павле Вітеј Павле Павле седивај и опа павскіх фанушків небо целково футболових такže покуд мајте зайем так как ми додатечне так мљжете послат дорти балонки а пива небо то, ко чете тимтим зпњсовем Павле подле statistик си будеш другий хрящ ктерий в нејвішші сутіжи наступи в томтому веку 42 лет клобок долу то је надхра ко ти жене дал к тому аби си в томтле веку си там бјхал с клукама о 2 генераци младшіма так је мусим рјіст, че јем си вјдом, че мам 24 року але је самозьмје се на тенте век нецитим а за тим се ми оправдно нестало то, којіше бјх се рано пробудил, так че бјх си рјо, че се мје нехте на тренинг, небо че читим то, че је је тенте паследні ден, так то се мје нестало, а кајуде мје че мје заје втат и мје мје так мје 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 нје мје просто мје мје лје мје 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 что меня очень много набирает, а главное, что у меня есть активность работать дальше, и я верю, что в этом веке можно держать на высшем уровне. А если ты говоришь, что на этот век не чувствуешь, как ты чувствуешь себя чувствуешь? Ну, я чувствусь так на 33-32 лета. Кристоты лета. Так. Так. Каждоподобно, скажи, что твои сполохранители которые живут веки, которые живут веки, а вы, чем ты живут? Так, я живу с тем, что они хотят меня там, чтобы работать, а не придется на какой-то уровень. И мне нравится следовать, как работают. И я всегда вспомнил на свои младые лета, как я пришел к этому, как я тренировал, как я работал, как я пришел на тренинг. Так что это очень хорошо сравнение. Но, конечно, мне очень нравится парта, чтобы быть в коллективе шиковных младших людей. И, конечно, что они как я, так что мне очень нравится и помогали, как они там тоже отдают, а также хорошие футболисты и хорошие люди. А с твоими богатыми испытаниями, как конкретно помогаешь? Я думаю, что я могу уверен, что в футболе я думаю, что я работаю так, как я делаю, потому что если бы я не играл в футболе и не могла быть на этой уровне, то, что я делаю, сколько лет я делаю. И, конечно, если они хотят, чтобы мне что-то порадить или помочь, то я всегда на диспозитии, потому что я думаю, что это очень важное. Я тоже, когда я был младен, и они знают, что у меня всегда взрослые. Так что я хочу с чем-то за мной прийти, а я им всегда рад порадим и поможу. Машь сейчас радость конкретно со своими сполуфрагами, который, во-первых, спарта-праха, который связан с ним? Да, с ним я великую радость, потому что я очень шиковый клуб, и я должен сказать, что по этой людской странице это прекрасный человек, который уже в этом году следует. Я уже два года в кабине и следует, как он поступает к всем, как он поступает к тренингам, как он поступает. Это один из малых игроков, который я в карьере, который я не могу сказать ниже, и он не может внимания его на них упозорно. Он точно знает, как он может быть. И он очень быстро научит себя на христи. Так что я думаю, что он на своем век уже нескольких людей. Даже если я с ним общаюсь о школе или так, то есть на нем видеть, что ему на этом зависит, что он просто знает, что в школу он должен работать. А если он должен ходить на тренинги, то он имеет индивидуальный план, но он просто держит его, и это мне очень нравится, потому что я думаю, что от родителей был всегда так научен, или выхован, что они просто хотели, а я эту школу доделал. И это был такой основ. И я это видимо, на спусте игроков не видимо, но на нем просто видимо, что он все равно. И я думаю, что он имеет большую будущую, потому что он имеет большую шанс в спарте для себя. Так что я ему фандирую, и буду ему еще помочь сейчас. Я думаю, что он пишет, что он пишет, что он пишет, что он пишет Павлику, когда мы на колено, так что здравимся. И я о тебе знаменит, что ты потрясающий профессиональный, который ему все равно, и видит, что ты умеешь держать на одном направлении, что ты на том, в твоем веке, надмиром физически хорошо. Другой стороны, ты умеешь рад, что ты умеешь, дать тебе плзень, обтаз колено. Как ты умеешь, этот баланс? Я думаю, что я знаю, где я могу удовлетворить, а где нет. Я знаю, что я люблю плзень, я люблю плзень, я люблю пиво, но я не забываю, но я думаю, что я знаю, когда ты умеешь, когда ты умеешь, а где нет. Конечно, для меня это такое уволнение, когда я, после победителя или победителя, человек потребует немного вытаскивать, чтобы тяло вытаскивало, и тлак шел. И для меня это такая релаксация, когда я очень рад с друзьями, но никогда не забываю это было как-то от маладанной, или от того века, когда я просто это пиво начался пить. А что касается жидка, то я, да, колено я дам рак, это правда, но я знаю, что я думаю, что я думаю, что я думаю, что я думаю, что жидко я очень рад, но я думаю, что если бы я это прихарил, то я думаю, что я думаю, и моя figura и моя жизнь не куда-то. Так что я думаю, что я думаю, что я думаю, но я всегда знаю, где есть какие-то границы, и я стараюсь это держать. А чтобы вы были конкретнее, как ты, например, многое дать на эту жизнь. Ты можешь это данное, но ты уже мастер-классный век. А ты это делаешь в прошлом этой длухой кариеры от какой-то момента, или ты научишься с того, или ты думаешь, что для того, что тебе не надо делать? В молодом веке я не могу делать меньше, но я думаю, что я рада, но я думаю, что я думаю, что я должен держать какие-то правила. Потому что, если бы я не держал, то я скажу, что в том веке уже не шло, а я знаю, что я могу позволить. пива или алкогол, что я не пиву, что я не пиву, что я не пиву, что я не пиву. Так я не пиву, что я не пиву, потому что, что я бы купил, а потом было что-то тяжело, так что я немного убил с талии, но это я успею по себе. Я потом на себя подниму и скажу, что это время праздновать, потому что потом я не хочу на том, что ты трапит. И оно, я это сразу видимо. Окей. Когда мы собрали и о том веке и о том, как держать долго, мы узнали, что вы были две люди без фразы, которые в один момент были мастер-мастерами в Лизе. Ты в футбале. И Андра Кратина, который имеет 8 лиговых титулов в Чеспублике, а когда ты вдруг отскочил до Финска, он там тоже получил. Так что в один момент вы были две старшие игроки, но когда вы были маленькие, как ломо-мутцы, так если я скажу, что у ваших бабочек вы сошли и играли? Вы играли, вы играли, вы играли, вы играли, вы играли, вы играли? Ну, так я скажу точно, как это было. Потому что Андра, в общем, я из Пиновиц, это место между Оломовцем, Литовым и Штемберком. И там мы ходили в Битовце, где мы просто не были на хоре, а Андрюф, дядя и бабочка ходили под нами. А он, Оломовчан, ездил на векенды за бабой и за дедом. Так что мы сняли отмала, мы встретились перед бараком, перед Битовкой на дворе, мы ходили на хрищи и так далее. А я, конечно, его кариерой следовал, потому что по тому, что, как он был старший, как он был, мы были на хорах, мы видели, что мы видели меньше и меньше. Но я всегда твой кариерой следовал и я должен быть с мертвым, потому что уже я его знал, когда я был за мором, когда я на него ходил, и потом, конечно, когда я был в Сетине, в Спарте, и так далее, так как следовал хоккей, так был просто по мне хоккейст, по-моему, густо. Те хранцы были очень рады, а я его обдивую. Он очень, как он это доказал, как долго он играл. А то, что, мне кажется, от Маличка, это прекрасно. А я себя рад, что он тоже на это вспомнил. В каком веке это было? Ну, это было Ормала, это было Ормала, когда мы начали ходить с браком на хришти, и мы его познакомили, я не знаю, что это было... Он нас здравит, мы также здравим, здравимы Ормалу, и мы рады, что он нас слушает. Это было уже 6-7 лет, так что он там ездил справедливо, и мы с нами встретили, мы вместе с тобой. Ормалу. Ормалу. Он нас слушает, так что, Ормалу, я надеюсь, как на это заработать. Ормалу. Ну, 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 когда он нашел на футбол, я ему поражал, он его получил, он оставил на фрак, но, конечно, когда мы были вон в локе, то я не получил шансы, но я бы не хотел его, но я бы не хотел его, я хотел его, а я хотел его к своему брату, так что он был бы тяжелее, потому что, потому что, по-моему, он был со мной день на день, и мы ходили каждый день, просто, когда школа закончилась, так что мы там были до вечера, о векендех, от рана до вечера, мы делали футбол, мы играли один на одного, а, а просто, я просто не могу, ну, я не умел унашить, что, 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 все по-моему, было, что, 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 на нём, было то, что, выстроили, что, что, на то, что туча по-моему, эмма, что, совсем неactorно, а, что, с собой все техники, а, что, от маленького стуча, я не могу подавать артик. Это я всегда мил, и мне это просто... Когда я прохал, то для меня это было очень сильное, и я не смогу это скучнуть. Праха мне самозрежно не было уступать, потому что родители ему сказали, что это не так, что в большинстве еще ему надали, а потом он за это не мог. Может быть, это личность, которая мне дала, который меня всегда посовывает. Я всегда верю, что в этом веке можно... А как ты научил себя канализировать? Потому что, конечно, в некотором определенном уровне тебе это было приказать и ты научил себя работать. Да, но я думаю, что у меня пришло, когда я шел на спортивную школу в 1.3, на футболовой школе, там была плана тщина клубов, которые в нечем сотрудничают и стараются с улучшить. Так что я думаю, что это было не так, что я не смогу жить. Я брал себя немного легче, но мне нужно признать, что я мил страшный проблем с тем, что я хотел всегда быть на футболе. Я хотел всегда хранить. Я хотел всегда хранить. И мне очень важно, что... Когда я никогда не играл на лавке, или так далее, так и с этим я очень страшно прятал, что я не буду искать. А ты работал с этим как цилингом, ать уже сам или за помощью никого? Не, не, не. Я просто... Я просто... Я просто... Нечем самота, что... Что я много не верю. А не верю. Я не верю. Я всегда была браками или родителями. А спешку я это не оставил в себе. Не знаю, если это хорошо или плохо, но я всегда смогу это преследовать. И даже если... Я, например, был в 8-м этаж в ней очень маленький. И все меня дали пресч, что я не знал, что я просто не выросл. Я был очень менее старым, так я не могла уйти. Это был для меня тяжелый момент, когда я не могла искать, но я не могла бы сказать, что в той же время, как я имею, я не перестал верить, что я в другую дорогу достанусь другую дорогу. Это был для меня очень страшный сен и самый лучший, который я хочу сделать. Я шел в другую дорогу, чем остальные, а на четыре года, когда некоторые уже там не были, а некоторые уже там не были, а были там два-три, кто-то достал из моих тишек до Ливи, так я был между ними. Ту цесту, к которому я шел, я очень рад не могу, но я сам их влажен. Здравит тебя спуста людей, а то уже из Соповы или из Брна, так я желаю вас поздравить. Дякую, дякую. 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 Моя выдача, что я знаю, как я чувствую себя, но я не знаю, я знаю, что я пытаюсь ему помочь, я пытаюсь ему выяснить то, что я пережил, а он может быть подобным, но я не знаю, что нужно с ним поправить, как я, если он настолько сильный, что это можно сделать, что за год выросли, что за год выросли, что за год выросли, что за год выросли, но это зависит от того, что он может быть вовремя, что я не знаю, но у каждого клука или у каждого, единственное, что у футболистов есть, потому что сегодня есть другая добра в том, что есть спустя лакадел, я не говорю, что я молодой не ходил, я мил, я мил, я мил, я мил, я мил на весне, поэтому я ходил, но я всегда знал, что есть где-то какая-то ханя, а через эту я не шел. Что это ханя? Так что я просто... Не знаю, я думаю, что если бы я был тренер, то я это у молодых храджей точно 100% познам и я знаю, как им помочь или как им порадить, но тренер никогда не буду, так что... Не знаю, ну... Не лакаете тебя? Не. Я не верю на то, что... Я признам себя на то, что вам может помочь член человек, как будто бы на то, как есть или нет, если так вот человеческий человек может помочь так вот молодым людям в том тяжелом области, когда никто не может понять, какого родителя есть, какого родителя есть. Я не знаю, это очень тяжело, но я думаю, что очень важно, на том, как тот клуб или та особа сильная, как во внутренних, что просто нужно заткнуть зубы и боевать дам. Тебе был интересный вопрос, я немного хронологически пришел. Как ты снялся в футболе, так и в двух интересных футболовых боссов. Один был в Дрновицах пан Готвальд, а позднее в пребрами пан Старка, которые, конечно, есть два людей, если мы это назовем, на хронике, интересного бизнеса, которые и о том сами говорили. Но ты пишешь, что ты всегда с ним мил добрый отношения? В чем это начало? Так я пана Готвальда, как малый храд, когда я пришел в Дрновицах, так я там с ним был, но это было так, что я просто великой шеф, великой босс, который просто мил свой клуб и успел его очень хорошо заистить и постараться о него, так что те игроки, я думаю, что там были максимально успокоены, а было то абсолютно не то, чем если вы в мете, в клубе, так это просто непоксателем. А потом, когда я его встретил за пару лет, когда я уже вернулся, я вернулся до Опавы, и мы встретили, когда он был в Воломоце. то, что я делал за сезону, я получил много асистенций, а потом, когда он был в Израиле, на то, что он был в Воломоце. когда он был в Шведске и закончил мне слово, так он меня всегда звонил и спросил, «Заводж, пусть мне помочь, я тебе хочу быть рад» и сказал, что я еще не хочу идти домой. Так это было почти каждый год, так что я считаю, что он на меня не запомнил, а что с той работой, которую я сам у него отвернул, он был спокойный, потому что он написал мне прекрасную справу по членку без фразы. Без фразы в том пребе, там ты на ней вспомнил очень хорошо, с другой стороны там пишешь одну интересную вещь, что когда вам было платить деньги, он то привез в куфру от аута плную банковку, так это конечно интересный способ. Было это стандарт, что так же вы пласили деньги? Ну, я не могу сказать, что там никогда не зашил, но там я зашил, а не знаю, было так, что это было так, мы просто ждали на свои деньги последний день, а он нам сказал, что когда мы пойдем на обед, то там будут деньги. Но никто не видел, как эти деньги придут, а не, мы увидели из окна, что выстрел из аута. А деньги придут в куфру. Здесь кто-то спросил, если ты указал никуда свои пистоли? Не, так что не. Не, это я никогда не видел. А не закончили мы то, что тебе написал в этой справе? Он написал, что... Он написал, что... что мне очень нравится, что я был рад, что я был рад, что я об этом поменил, что я ему очень любил, что он мне очень рад вспоминал, что он мне очень рад, что я принадлся с прекрасной работой, и, как я писал, что это уже не было, что я не видел, так написал, что это шкода, но я благодарю, что я рад, что я рад, что я поеду в Паре, что я рад, что я рад. Что я рад. Так что отношения, они действительно хороши. Когда мы это помним, еще на последнюю дуру, то меня интересует одна вещь. Ты же там также вспомнил, что после победы, что с тобой нет, даже в среднем. Так же? Да, так я... Конечно, когда мы против лучшего соперника, и это сильный соперник, как Плзен, Славя, Спарта, и я знаю, что люди там есть где-то, то я смогу узнать. Конечно, я это понимаю, так что это склама, так что она плачет, и понятно, почему не к витаме, ты не сможешь справиться. У грунта, где жил золотой, если что-то не занимали, так что-то мы не взяли ее, потому что мы ее не раздоровли, это что-то мы не делали, а то, так что-то мне со мной очень сильно дали. И я достал всех с того, несколько дней, а... Да, кто-то упал, кто-то просил. А если я возьму, то сейчас, а то уже опава, или третий збройка Брна, что же последних 8 сезонов, то это могло быть для тебя очень эмоционально норочным. Каждый год в опадах. Да, это так. Было это очень норочным, но я просто научил себя с этим жить. Когда я пришел до Брна, было мне 35 лет, а потом, как я дошел Шванцей, я там застал делать капитана. Целую дуку я чувствовал, что 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 я очень смоц. что это делал. Я думаю, что, если бы это было очень круто, и было бы это очень круто, потому что брнинский фанатчик тоже очень круто, и там диванский зазем, там есть прекрасный, так что люди там ходят много, и я просто мил очень большую ответственность, и так я чувствовал, что я хочу, чтобы Бродовка всегда в лизе, а не стучит в лизе, а в целых 5 лет мне это удалось. То, что я хотел сказать, что все время я играл в панаке, а в чем это место, что ты смогла это удержать, а принес это на твои сполуигрыши, потому что играть каждый раз в панаке а по каждому это удержать, это не просто. Что это твоя властность, которую ты выразил к своим сполуигрышам, чтобы ты это наконец удержал? Я считаю, что я в кабине, или что я на этом закладываю, что я все равно, что я не делаю на кого-то, что я не делаю никакой дороги, или что-то такое, а я считаю, что я очень коммунитивный, что я беру из земли, что я учит, что я не делаю на кого-то, что я не люблю тех, а я не делаю на кого-то, что я на кого-то повыел в запасе, но я беру то, что я буквально так, что я раньше был так, а на меня, когда я повысил твой взгляд, когда я был маленький, Так что, конечно, человеку это не будет, но мне это никогда не было так, что я уразил или что-то. Так что я просто внимал от своих сполюхрадов. И, конечно, и в Брне были мои сполюхрады. Некоторые были сильнейшие, некоторые слабшие. Но было там много людей, о которых я могла прийти. И я всегда знал, что когда нам течет добро, так что я могу на них споленеть. Так что, конечно, здесь и в ОПАВе. И, конечно, вы можете это выцитить, но люди потом уважают. И вы знаете, что, когда прийдет тот самый лучший тлак, то на него есть сполен. И я могу сказать, что я очень рад здесь, когда шли в Туио. И этот тлак был плохой. И мы должны это сделать. Не знаю. И я не знаю. И я не знаю, что я с ним умею попраду. И я знаю, что я это сделаю. Конечно, я мил большие проблемы во Швейцке. Я думаю, что вы не сможете повышать никакого тренинга. Я думаю, что вы должны быть споленеть на каждый день, как если бы это был последний день или последний запас. И, конечно, если вы будете в Туио, то не начать в патеке или в швейцке. Но от понедельника. У меня есть интенсивность. У меня есть интенсивность. У меня есть тлак на храке. У меня есть в головах. И, конечно, если вы не будете в тюрьме, то, как я скажу, что вы будете идти на храке. И, конечно, вы можете выбрать спраговые храке до тихи тяжких запасов. Когда мы говорим о Швейцке, который был перед Брнем. В Швейцке ты мил 7 сезон и там трема клубами. Там musел быть, если к этому достанем немного особнейших вещей, там был очень тяжелый твой начаток. Ты был по родственнице и мил ты малый сын в Чехах. Так? Нет, мы там были все вместе. Но потом... По двух летах стало здесь вот так. Малый сын был здесь с мамой в Чехии. Я мог бы остаться, потому что я был подпсанен контракт. Я был еще на два года млубу. Так что не шло то, чтобы я уехал. Я просто забавил вещи и шел туда, в Чехах. Я мог бы остаться. Но я также знал, что, как я был подпсанен на малого и все, то я знал, что единственная шанса, чтобы он на меня не запомнил, а чтобы он просто знал, что я должен остаться из-за границы. Так что я мог бы подпсанен до начала. Я просто делал, как это шло. Я был здесь с мамой в четырнадцать-три течение. И один за месяц жал на течение за мной, или на десять дней. Некоторые это было 5-6 течение. Это было очень долго. Я был на него очень очень привычный и привычный. Так что каждый телефон, каждый вечер, когда я с ним поговорил, я мог его пустить на скайпу, а он меня видел, так мне это добавило еще разную силу до этой работы. И до того, чтобы я мог бы остаться и продолжать дальше. И я был рад, что это потом начало работать. И как ты это делал в начале? Это было очень сложное для тебя, как бы, как бы, эта особенная вещь, а этот спорт с тем, с клубой. Да, это было очень хорошо. Но это интересно, что я просто, в той высшей кризисе, или как бы, в том высшем стеске по сыну, а потом, что я там сам, так просто, я потом играл на христи на лучший футбол. Я просто, как будто бы... Как будто бы это был «вентил»? Или что-то такое? Да, точно так. Я просто, как будто бы мне начало все выходит. И я просто, я просто, я просто, у меня был фантастическим сезону, когда я поступил с одним тимом до Лидии, и, в общем, я играл таковую бороцию, бороцию, в общем, я уже примерно 7 астерии, а 7 или 8 голей. А, просто, я просто, я имел лучший футбол, и учитывал, что, что-то, я уже не могу заставлять свои футболы, а люди, которые мне помогли, что-то в клубе, потому что они знали мою ситуацию и знали, что я имею сына дома, а если он не может прийти, то мне сказали, что я не могу прийти на три дня дома и прийти в четвертый или четвертый. Мы хотим иметь в соботу или неделю на утканье. И мне сказали, что я прийду в лучшем и позитивнейшем思лении, так что я за это был очень рад. И когда я могла прийти три дня дома и пришел домой, так я был просто набитый и я знаю, что маленький прийти за три дни. А это неуверительное со стороны клуба. Это был супер крок. Как ты был организован? Взял ли ты его летать или маленький? Нет, я не могла... Я был прийти в гостинку, с которым я часто путешествовал. Ясно. Так что они это взглядели так, а если не могла, то прилетела мама, тата или брака. Так что я это делал, где-то шло. Это очень хороший вопрос. Почему ты пришел в Швейцаре? Потому что футболисты не ходят в Швейцаре, или нет местности, куда они отходят правильнее. Было это про деньги или изменения, или не было ничего другого в этой дни? Было так, что я играл в Швейцаре. Я был в Швейцаре, и у меня был еще раз в швейцаре, но пан Петер мне сказал, что он не может платить второй год, потому что он не имеет денег. Я сказал, что я не могу ничего делать, но я не могу ничего делать. И менеджер сказал мне, что я могу играть на четыре месяца. Они мне эти деньги дают, на четыре месяца за целый год. Я говорю, что я попробую, что я увидел, что я буду на четыре месяца и увидим, что будет. Я уехал эти четыре месяца, я думаю, что очень хорошо, и я достал новую сплогу от другого клуба. Так что я шел здесь, и потом, когда я был там так, так я сказал, что Швейцаре это не та земля, где Чеши имеют на очах, но как я уже был там, так я просто взял еще раз, так что я сказал, что я остался, потому что, что что-то, что-то не было, что-то мне не было, это было с праздником. Держал очень долго. А если сравнивать шведский лиговый футбол с нашим и экономические подминки? Я думаю, что древние, когда я был там, это было подобное, на стежней уровне, что касается футболу или игры, но если касается девушек и тех, кто есть на стадионе, то это было бы намного лучше. Это было бы намного лучше, потому что в Ветеборке были четыре клубы, в Вестоболе было четыре, так что там было много derби, а у Малме было много клубов у себя, так что там была большая rivalность. А теперь, когда я вижу, как это там есть, то я думаю, что это шло еще больше на хору, потому что в Ветеборке имеют красивые стадионы, и они могут позволить лучшие игроки, и там очень много чиновников, юно-мерицы, бразильцы, и сейчас это немного меняется, что там ходят и Норвег, Данове, когда это было наоборот, но я думаю, что эта соревновательность учитывая свою квалицию, и что это проявилось в последнее время с спартой, или так далее. Великое повседение, но когда мы Малме и Айка с Туховым учитывая, то есть сравнительное с шпичкой у нас. Чем тебя шведская культура обхватила? Ну так... Пиво там имеют шпатное, там имеют шохтанное, без пины, так что... Ну, пиво там не очень хорошая, это правда, но алкогол там купите, или ческий пиво, то его купите в специализированных продажах, где есть только алкогол и нормальный пиво, как здесь есть. А... Ну, я был очень рад их приступом, когда они будут немного другими, чем мы, здесь это немного меньше просто решит с сердцем, чем с головой, а они спешно думали и на такие дуэшные доходности си дают немного больше с часом, чем мы, потому что всегда все хочется хорошо подумать и как говорили, что они студенты, я думаю, что это не так, потому что я встречал там fantastические люди, которые мне всегда помогли, а всегда за них приступили. Они всегда шли во всем. Так что это социальный стат, который о людей очень хорошо старается. и поэтому там много людей но если никто не держит, он легко доходит. так, 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 как с твоей период в Рецке, в Солуне? Я в Рецке не был. А что то там есть шпатные информации, так, 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 было так, а было Хайфа, в Киеве, где ты выиграл лиговый титул. и очень рады на него вспоминали. Но мне кажется, что какой-то играет в Англии, что они видели несколько раз и что я решила сезону и что я сказать, что это было на 4 месяца. Я просто хочу посмотреть, что если будет хорошо, то я приехал с менеджером и они мне сделали здравоотную проблему. Я тренировал и они сказали, что все получилось на 4 месяца. Вечер я не не знал. Два корвати, один игрок, который мне помогал. мне очень помогал, но я не знал, кто играл. И другая культура, другого футбала. футбала. Футбала футбала очень быстрый, не технический, но я понял, что большинство игроков играет на игроков. И не много игроков. И я очень хорошо играл. по 2,5 месяц я не вылетел. Мы были первые, мы это вылетел. тренинг изменился в последний месяц. Потом я понял, почему это было. В тиму было много израильских которые я забрал одно место. Он познался в кабине, что игроков другого. они тоже оторвали усы, потому что я нечего играл. Я Я нечего играл. Я родился сын и я знал, что играл. Но это моя моя потому, что я потом литровал. Я могла просто остаться там. Но я не видел доверие. так так. Так от тех игроков ты чувствовал, что ты просто сезон, что им забираете место. И когда увидели, что я помогал им на христи, потому что я играл. И было там то, что... Скажем, что мне помогли Тихорваты, которые там были, но израильцы мне это дали на него или так. И был там один пан, который со мной старался, который мне всегда сказал, что это так же. Да, да, да. И что-то там не было. Так что каждый старался сам о себе. И целый мой жизни мимо футбол был совершенно другой. Ничего другого, чем у нас. И я там еще ищу ту годы, когда там много разговаривали. Теснее, когда я там дошел, там были какие-то проблемы. И было там просто так, что... Идите в ресторан, чтобы найти себя, а везде вас прохлежат воевали, а у всех дверей полицей, никого там неначали просто прохлежат без прохлежат детектором. А так же. А то, что касается обхода, а так же. Так что... Велико специфический. 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 Нет, ну, Велико машина только уже принял weapons. Я был в спортбале, я был в тренинге и в области. Это было очень приятно, без большого толка. Я пришел в спарте, я еще не был в Либерце. Но я пришел в спарте, но я пришел в спарте. Я пришел в спарте, но я пришел в спарте. Я пришел в спарте. Я пришел в Дену-Грихеру, который начал тренироваться. Он мне помогал в почтении. Это было очень позитивно. Я был в начале. Я пришел в лидере, но рекомендовал, что я еще не смогла играть. Но это было огромное успехи в Лиде Мисту, когда Спарта играла в фантастическом затусе с Реалем Мадри дома. Я пришел в огромную конкуренцию, где нас было на каждой пост всего три игроков. Я узнав, что в той же время не было, потому что я бы там больше всего, но в той же время было немного не так, потому что если вы спарта играете, то сразу же не успеете, что там можете быть. так видимо, если та вторая шанса не давала. Мало кто-то упал а тот кто-то оправдно не хотел, так musел пройти. А остались только сильные. Так что в последнее время спарта в Лад, как ты великой клубы, будь се просадишь, а не кто-то прийдет в конкуренцию, чтобы не добраться. Не, это так. Павле, утикай нам это как вода. Достаем до последних шести и несколько минут. Конечно, твои фануци с ОПАВИ с ОПАВИ являются невероятными. Скажите мне, что 27.5. будете хранить с Карвином в основе по Захрану, не знаю, как мы это назвали. Это потом, что сейчас была длительная пауза. Как ты вещества в Захрану и как будет в твоем веке подготовиться на английские тейдни? Продолжение следует... Так, я сейчас по той паузе те же, что мне кажется, что я очень хорошо что, я думаю, что я надеялся. Я могу захлепить и здорово. И я уверен, что это были первые игры в Лизе. Вы должны играть с большим концентрацией. В большинстве первых игроков выиграли. Вы можете достать гола и выиграть за каждую цену. Но я на это уверен, потому что там не будут люди. У нас в Паве есть очень много. Я думаю, что здесь есть прекрасная кулиса. И что здесь все хорошо играет. очень хорошо. Я думаю, что для нас будет большой handicap, но как я сказал, это игры, когда будет огромный тлак, потому что вы уже не можете ухнуть и вы должны это сделать. Я думаю, что здесь много игроков и много игроков, которые выглядят как я и смогут с ним поправить. Так что я 100% верю в том, что мы остаемся в лизе и что обоих, облачиваем это. А теперь нужно достать всех игроков, чтобы все это все понимали. А я супер, что ты говоришь. Как будет тяжело, что вы, которые вы привыкли на фантастическую атмосферу, любите людей, что люди там там не будут, а у вас 12 игроков там не будет? Да, абсолютно правду. Я не знаю, что делать с тем, как это будет, потому что на этом христии будет слышать каждое слово. И я думаю, что это утканье тоже может из-за того, что и те разочи будут это утканье немного другим, потому что может стататься, что вам что-то уедет, а в нормальном запасе, где есть публика, то никто не слышит, но все-таки все-таки это не просто. Но я верю, что и в домашнем стаде, без девушек, с тем, как этот стадеон выглядит, как он выглядит, так что нам помогает, потому что мы на это привыкли, и это очень красиво. В общем, все-таки опавы в ту хвили слищи ради. Если вам было, что сказал Павел, так палец на хору к тому, что если верите в захрану опавы, так урочи и другие символы. Павле, доставшись до последних двух минут. Еще я хочу спросить на вздоры тому, что ты родащ с Оломовцы, но усадил с опавы. Ты чувствуешь как опава или как Оломовцы? Я уже здесь 24 лет здесь здесь. Я не был так простым. Я беру так, что моё землю здесь и здесь дети, поэтому я здесь но там, где я вышел, я не помню, потому, что очень много друзей, и все люди, которые знают, остались. Я с ними в контакте. так, Здару, много силы, а тебя там бавит, а ты бавишь себя футболом, а ты бавишь свои сполюборщики, свои близкие. Дякую всем за следование наше новое, которое будет сейчас 24 часа на сторис, а потом будет на YouTube канале безвразий. Если вам понравилось, следуйте нас, дайте нам лайфхи и следуйте нас. Дякую вам большое, Павле, еще дякую вам большое и пекный вечер. Спасибо за просмотр!